Собственно, у нас из интересных событий произошло, ну вот в понедельник у нас было большое событие, и на заседании Инкозы, русской чат, мы обсудили курс системной инженерии, это из важных таких вещей. Обсудили курс системной инженерии, в принципе, одна из глав, вот Михаил Бухарин по архитектуре очень хорошо это представил, я рекомендовал другим создателям глав примерно вот все то же самое сделать, там как бы по альфам, под альфам, ну как бы вот очень точно получилось, прям по курсу. Сейчас идет это обсуждение, даже сегодня там какие-то обмены репликами были, и мы договорились, что мы прямо в апреле будем в Пикассово с 14 по 17 апреля, в том числе, повышенное время выделим на обсуждение курса. Я там взял главу про роль инженерии, и я там представил еще один вид стека, и я вот на него сейчас смотрю, и мне не нравится слово коллектив, я понял, что там надо давать, конечно, организация, да, слово вместо коллектива. Потому что коллектив, это непонятно, что организация интересует, вот как раз центральное управление организацией, что понятно, кто там, кто чем распоряжается, ключевой признак организации, организованность, да. И фактически был представлен новый стек, записано видео, я сделал слайд, и я рассказал про инженерию. И я сейчас вот эту вот идею дальше протягиваю, потому что там очень сложная работа в одновременном изменении самого низа стека, самых абстрактных его частей, там математика, физика. С одной стороны, с другой стороны, вывод стека, вот стек создания или стек инженерии, я вот не знаю, как лучше оставить, потому что с одной стороны мы понимаем, что каждый проект это проект инженерный, да, то есть создание какой-то системы. С другой стороны, и дисциплина инженерия, которая меняет эту систему в соответствии с ее характеристиками, а с другой стороны, там получается сложность, потому что мы же каждый раз создаем систему полностью, и там работает не только инженерия, но и как бы весь стек по отношению к одному уровню стека. То есть вся эта трансдисциплинарность, она жжена вот в этом, что каждый раз все по отношению к чему-то одному из вот этого же. То есть клубок он и есть клубок. И там получается очень сложно, буквально, например, я говорю, ну а на базе чего делаем железную инженерию, работаем с веществом? Ну, понятное дело, там первое же, что возникает, физика. Ну как же, физика у нас же рядом, в стеке, вот я там долго думал, потом понял, что нет, не все, потому что в физике мы выделяем, работу с физическими принципами, да, то есть есть принципы, а есть законы физические. И вот эта вот разница, физика на уровне принципов физических, принцип симметрии, принцип сохранения энергии, принцип реальности существования, вот это вот все. Это описывается отдельно от законов обычно, тем более, что законы могут меняться, принципы остаются, там вот так это как. И, конечно, после этого физика про законы, она инженерная физика, она попадает также в химию, вот так они попадают из методологического стека, они попадают в инженерный стек. Вот, а физика, вот на этом абстрактном уровне, так же как математика, основания математики, они попадают вроде бы в стек неинженерный. И там еще тоже можно пообсуждать, основания математики попадают или как бы сама математика там вся. И я последние три дня вот хожу и думаю, не столько, я некоторый проход сделал, конечно, я написал про демократию, если вы помните, там у меня были тексты, на прошлой неделе я много написал текстов на эту тему, про общество, сообщество. То есть мы этих тем касаемся, но меня больше сейчас волнует, конечно, физика, математика, чтобы у нас было такое плотное основание. И я вот, у меня 21 казнак, вот Царенко вопрос о том, что я написал, вот у меня 21 казнак, вот я там пишу в сообщество по представлению знаний, некоторые работы, которые людей там торкают, поскольку я нашел некоторые очень интересные работы там по линии Филдса. Но выяснилось, что там не только Филдс, там еще есть ряд товарищей. Они занимаются тем, что совмещают разные предметные области. Я описываю общий тип совмещения областей, как это у Ванчурина, Кацнельсона и Кунина, про эволюцию термодинамик. Выяснилось, что такие же вещи есть в программировании, в информатике, и что это сам ход на математику вот такой. То есть я все развиваю идею, что математика это некоторые типы. Вот, и с типами это, ну как бы это серьезное разбирательство, если мы говорим, что физика, она просто аннотируется типами из математики, как бы это вот уровни модели, получается вроде бы очень стройная такая концепция. Сходу она не сшибается, сходу мне она примерно понятна, становится понятно тогда про науки, как их там объединять, почему объединяются по структурному равенству формул. Ну то есть какой-то кусок действительности проще объяснить, как устроена математика. И самое главное, что понятным становится, как мы это дотягиваем до объектов жизни. Потому что вот это вот уровни метамоделирования, мы сразу вот этот рассказ, который мы отработали на архитектуре предприятия, мы сразу распространяем его на физику, математику, на все вот это. Очень интересно получается, и я надеюсь, что я текст этот опубликую, это вот такая вот текущая штука. Вот так. Слушай, ну а вообще в целом, когда будет, планируешь вот этот курс по инженерии? Курс системной инженерии, ну вот, месяц уже не уверен, но как бы за два месяца можно справиться. То есть там очень быстро можно все сделать. То есть если мы договариваемся все, и понятно все становится, и просто пишем видео, там каждый день начитывает свою главу, то дальше понятно, что просто складываем эти главы, и нулевая версия готова. Ну, то есть по-хорошему это все мы готовились, целились к конференции. Ну да, вот я уже чувствую, да. Структура уж точно должна быть готова на конференции. Я хочу, чтобы к Бекасово, я стремлюсь, ну как бы две вещи. Я говорю, напишите главы. Люди мне вежливо говорят, что давай не главы, а слайды. Понятно. Еще неделю на запись по слайдам. Ну как бы к Бекасово мы прогоняем эти слайды, и там дальше смотрим, что получается. Вот, ну мне самому надо разобраться, потому что там одна из проблем, что есть вот инженерия в целом, как изменение действительности, а есть вот системная инженерия, как совершенно четкий набор практик. То есть инженерия как бы всех типов систем, включая людей, там, ну, медицина тоже инженерия, да, то есть вот такое общее понимание, что все равно надо требования, архитектура, вот это все равно надо пользоваться. А второе, ну вот есть жилетные системы, железная инженерия, как она, как бы классическая в инкозе, и ей тоже надо учить, она на уровне вещества обычно дается. И там еще мелкие проблемы софтверия инжиниринг, но самое главное, что вроде бы начинаем договариваться, как об этом говорить, потому что определенности нет даже у самой инкозы. Вот, собственно, вот такие новости, но там еще новости какие. У нас первая англоязычная публикация рецензии на наш курс, там антолог и системный инженер Ян Гли Диннинг, он именно, как бы, а блог у него эпистемологический, да, то есть вот он в своем эпистемологическом блоге написал рецензию на учебник. Рецензия положительная, и там единственная оговорка, что книга, конечно, написана на кривом английском языке, но крайне ее рекомендую читать, содержание хорошее, в общем, понять можно. Как я понял, этот текст не стоит их давать еще в виде книги, да, то есть он еще в виде файла, пусть существует, но главное, что понимаемо, там он пишет, что текст понимаем и положительный, взамен, конечно, он требует, чтобы я немедленно написал рецензии на пару его постов последних, по содержанию, при этом посты тоже наша, можно сказать, тема, посты у него затрагивают Марков Бланкет, и он требует от меня, чтобы я сказал, верно ли он понимает Active Interance. Вот, собственно, такой обмен, я, естественно, сам не уверен, что я верно понимаю Active Interance, судя по литературе, верно его никто не понимает, да, вся литература про то, что само понятие Марков Бланкет, оно очень разное, антологически я тоже потихонечку разбираюсь, в частности, там понятно, что это функциональный объект, реализуется он какими-то физическими объектами, реализуется как вычислителем, такое впечатление, что там она рассматривается как такой специфический вычислитель на чистой физике, ну, то есть не универсальный вычислитель, а вычислитель как бы чисто физический, там концепция минимального физикализма, вот я беру вот эту вот концепцию, минимальный, как это, панк-психизм, выданный как минимальный физикализм, и это тот самый Филкс, который, это тот самый Филкс, который с Фристоном пишет статьи, и у него есть антологические статьи, и там дальше все. Есть еще Ванчурин, у которого аналогичные модели, но это модели как бы не панк-психизма, но вообще говоря, очень похожие модели, но вычисления у него специфические вычисления познания, у него вселенная как универсальный вычислитель, а именно нейросетка. То есть там тоже многоуровневая такая нейросетка получается, и мне представляется сейчас очень интересным, и я, собственно, статью вот эту ровно и пишу про математику, что они все идут по одному и тому же пути, они говорят, вот смотри, формулы термодинамики, формулы эволюции, формулы того, формулы сего, и как это описывает сам Ванчурин, ну надо там уметь объяснить так, что это все формулы там про одно и то же, совместить формулы. И вот так сам Филм сделал, так делал Ванчурин, так, в общем-то, делал и Фристон, когда он говорил, что это у него free energy, он же как бы оттуда эту математику брал. Отсюда у них упор на вот эту вот математику. Выяснилось, что математика это на самом деле просто типизация одним уровнем выше. То есть я вот, я говорю, я ходил неделю, пытался это понять, а потом я понял, что они просто вот математика это такая вот foundational и upper ontology. Между ними там дебест некоторые есть, но в принципе, если мы foundational ontology берем только маленький кусок, именно какие-нибудь основания математики, логицизма или неуалентные основания математики, или там из топологии какие-то кусочки типа теории категории, как основания, да, там для того, что мы пишем. Дальше у нас обычная ontology работа. А физики не останавливаются на этом, они продолжают как бы математические объекты плести в некоторую сеть, и отношения у них это формулы. Формулы и как бы выводы, инференс, записанный формулой. Вот они идут прям по этой линии, а не по линии чисто сразу логика и там тексты. Но используют эти формулы, и места в этих формулах они используют математические понятия как типы. То есть они прямо говорят скорость. То есть скорость это ontology объекты мира, а когда ты спрашиваешь, а что же такое скорость, они тебе говорят, это вектор. А вектор это уже объект абсолютно математический. И про вектор мы много можем сказать, поскольку это полностью идеальный объект, он там с миром особо не связан. А с миром он связан через то, что мы аннотируем физические объекты вот этими векторами. То есть мы говорим, что вот там скорость это вектор, на момент это вектор. Вот такие вот интересные вещи. И дальше они делают то же самое, что мы делаем в обычной антологии. Смотрим там структуру графа знаний. Они смотрят на структуру графа формул. Но это в общем все то же самое. И поскольку используют все более не менее одну и ту же математику, ну там сходятся на более не менее одной математике, дальше они делают антологи мёрдж, то есть они разные куски своих знаний о мире, они склеивают через вот эту вот оперантологию. И на вопрос полезно или не полезно оперантологию, в промышленности ответа такого нет, потому что оказывается не полезно. А в естественных науках, физика, математика, то что вот на, точнее физика, химия, то что на математику опирается, там вроде бы ответ есть. И как ни странно, полезность вот на, полезность оперантологии, полезность математики в том, что мы легко склеиваем знания. Вот это вот интересный такой вывод. И я говорю, я пишу сейчас текст, он там сопротивляется, я его там в восьмой раз переписываю, напишу и когда опубликую, он будет крайне кривой, но я прям вот его формулирую так, что кто разобрался с архитектурой предприятия и антологией, да, то есть нашим моделированием в кода, как ни странно, по этой линии они поймут, что делать с математикой. Ну, как мне кажется, да, потому что понятно, что там дальше обучать этому надо. Но вот прямо обосновывать, вот зачем нужна математика, вот как мы ее используем, вроде как не надо, и зачем она нужна в Эктив Инференс, Зачем она нужна у Ванчурина. Потому что Ванчурин четко говорит, что там все ребята все решили, а с меня там только выкладки. Почему? Ну, вот я тот главный склейщик всех теорий, склеиваем через выкладки математические, склеиваем онтики. При этом я дал очень смешное определение онтики, но оно как бы и раньше было такое, но сейчас я окончательно его выдал, что онтика это когда мы задаем типы объектов, но сами эти типы объектов не аннотируем какими-то типами. Вот там говорим, что стол, не говорим там, например, стол-система, а говорим просто стол. И все, стол подвисает в воздухе, но вроде со столами уже можно что-то делать, описывать как-то бытовым языком. Ну, вот как это, не формализуем. А дальше мы формализуем. Мы, например, можем сказать, что это там антология, что стол это система, уже легче. Это мета-мета-модель, уже понятно, что учебник системного мышления. А дальше еще круче, потому что я формализую дальше, и на следующем уровне мета-мета-мета-модели мне надо сказать что-нибудь там из логики. Это объект логики. Я дальше упираюсь в математику, логицизм, выражение действительности в троиках, и как бы там у меня уже формальное знание. То есть вот, а я онтипу имею неформальную, и дальше по мере того, как я добавляю вот эту аннотацию типами, то там все более и более я опираюсь на то, что есть некоторые формальные вычисления, формальные операции, которые должны, по идее, происходить и с вот этими типами, по цепочке вот этого аннотирования. Это вот очень интересная такая штука. Мы по этой линии, может быть, и со спектром формальности разберемся. Но посмотрим. То есть я, не знаю, я работаю сейчас, не пойми кем, но понятно, что методолог, то есть я описываю, как действуют исследователи, в этом плане методолог исследований, то бишь и пестимолог, по большому счету. Но это медленно, но вот я думаю продуктивно. Это продуктивно. Вот так.